Чего? Ну ты из них? А ты? А еще процедуру. А еще 45 минут? А давайте погуляем по парам. Если в римской скульптуре они не делали глаза, не может это быть возображением того, что в более разных цивилизациях, тоже когда делали скульптуры живым людям, они не делали глаза? Я видела фотографию Бюст Клеопатры, который был не делал. Один глаз нормально, а второй просто белый такой камень стал. Нет, вот правильно, он выпал. Дело в том, что они иногда вставляли глаза совершенно невыразительные. Потому что глаза, как элемент психологического выражения, для них не имел никакого значения. Они считали, что за все скажет тело. Жест, тело. Вот эта вот любовь к телу, я еще раз говорю, и лежит в основе всей западноевропейской скульптуры. Если бы греки не создали бы эту уникальную модель материально-чувственного космоса, то мы бы не имели скульптуры. Потому что что бы мы имели? Мы бы имели, например, крылатых бегов ассирийской культуры. Мы бы имели нелепые статы Египта. Вот какая бы скульптура наша была. А дело все в том, что в более позднее время это уже влияние эллинистической культуры. Потому что не будем забывать, что при Александре Македонском, 4 век до нашей эры, битвы при Хароне, Александр Македонский, победив греков, по сути дела, взял на себя вот эту функцию распространения, понимаете, там, где мы все время, эллинистской культуры на весь тогдашний мир. И он завоевал и Египет, и не только, да, и Сирию, и не только. И везде, и в Египте, и в Сирии, и в других местах посадился к генералу греков по происхождению. И вот в Египте начинается династия Птолемеев. А Птолемей это грек. Он к Египту никакого отношения не имеет. И вот этот Птолемей начинает в Египте насаждать эллинизм, эллинистическую культуру. И, так сказать, как это сказать-то, и устраивает этот Птолемей очень интересный диалог со всеми другими культурами, которые в это время уже давным-давно обосновались в Египте. В частности, с иудейской. И этот контакт, и этот диалог с иудейской культурой при Птолемее, да, приводят к появлению первого перевода на европейский язык Библии. Это знаменитый Септуагинта. Перевод 72-х толковников, если по-русски выразиться, да. Это император Птолемей, грек по происхождению, обоснованный в Египте, который вот приказывает это сделать. И мы получаем первый греческий перевод Библии. Потом с этого греческого перевода Библии будет сделан латинский перевод Библии. И весь западный мир получает Библию, как один из текстов, определяющих жизнь западной Европы в течение всего тысячелетия средневековья. Понимаете, это тоже было при Птолемее. Септуагинта. До сих пор для католиков Септуагинта является вот тем бесспорным первоисточником контакта. контакта с непонятной до них до этого времени иудейской цивилизацией. Непонятной совершенно, да. И много других там, с тем же Египтом. И иероглифов египетских. И еще там на каком-то языке, да. Написано один абзац, одна фраза посвящения. И вот египтолог-француз, сравнивая их, разделяя эти надписи Египта в виде иероглифов по принципу картуш. А что такое картуш? Картуш это патрон. Он просто берет, пользуется как бы матчастью войск Наполеона. Вот этот патрон. Он накладывает тупо и проецирует, что там по-гречески об этом. Гречески я знаю, да. А, вот значит этот картуш, значит вот это. И начинает заниматься криптологией и расшифровывает все иероглифы Египта, да. И с этого только момента, благодаря вот этому розовому камню Птолемея, да. Египет вдруг заговорил. Египет, благодаря тоже Птолемею во многом, вдруг стал открытой, а не мертвой культурой. И мы узнали о Египте столько, чего бы мы не знали никогда, да. Это я все к вопросу о том, что культура развивается по принципу диалога. Не по принципу войны, да. Хотя и войны тоже. Тут диалектическая вещь. Очень диалектическая. А вот еще, вы сказали, перевели сначала на греческий, с какого языка, арамейского, или на каком оно было? А, там, дело в том, вот это я вам не знаком. Арамейский прежде всего, да. Потом, ну, общий, вот если говорить о том, что принято, да, это они называют хиброу, да. А что этот хибро имеет в виду? Какие диалекции, какие языки, потому что там не было единого языка, да. И арамейский прежде всего, и не только, да. Вот, и не только. Вот это все, так сказать, 72 толковника, которые разбирались во всех этих сложных лингвистических сложностях, да, перевели на греческий язык, которым они владели. Они были такими лингвистами гениальными. Перевели за очень короткий срок. Потому что Птолемей, эта сказка такая интересная для всех, поступил очень просто. Он взял эти 72 старца, этих рави великих, да, посадил их на хлеб и воду, посадил их в тюрягу, дал им текст их Торы, дал им, как это, письменные принадлежности, какие тогда были. Ну, явно не бумага, потому что еще Китай не вступил в контакт с европейской цивилизацией, да. Вот, и сказал, вот каждый переводит свою часть Торы. Если за такой срок не переведете, я рублю голову, сажаю других. И буду рубить голову до столько, до такого времени, пока не переведете. И вот они, не знаю, и страхали. Но гениальный сделали перевод, который потом станет каноническим текстом Библии. На греческий первым. Но пятикнижий, Моисея, потому что дело в том, что греческие мыслители, которые приехали в Египет вместе с Патеремеем, это распространение эллинистической культуры на весь мир. Потом, включая и римскую культуру, да. Эллинизм это великая эпоха в истории развития европейского человечества, да. Вот, так вот, эти эллинисты, да, от слова эллин, грек, по-гречески, по-гречески, грек эллин, да, эллинисты. Вот, они, так сказать, вступали в контакт или в диалог с местными раввинами. А местные раввины все время побеждали их в этом, как бы так сказать, идеологическом, философском споре. Потому что у греков была, в общем-то, ну, скажем так, не такая древняя история, совсем не такая. Они исходили из своей мифологии, которая была написана относительно недавно, и все, что касалось происхождения, было написано неким крестьянином Гесиодом. Ну, много вы будете верить откровению крестьянина? Ну, крестьянин был великий, он не только землю пахал, он написал знаменитую поэму «Труды и дни», где рассказывал, как жениться надо на своей соседке, как свиней растить, как кур, как землю в какой год, как тяжела жизнь ионийского крестьянина. Он это пишет параллельно с Илиадой Гомера, да? Поэтому сопоставляют Гесиода и Гомера, две несопоставимые вещи. А потом еще написал Теогонию, по каким преданиям, как, чего, с какого переляга у него возникло это в его крестьянской башке. Вам никто не расскажет. Вообще, чем глубже уходишь в истории, тем веселее. Вот. И он написал Теогонию. И в этой Теогонии он вам рассказывает, как мир возникнет. Это вы у Николая Альберта Чакуна можете прочитать, «Легенда и мифы Древней Греции» для пятого класса. Как это сказать? Реальные школы, революционные реальные школы. Ну, то есть для ослабленных умом людей. Которые не могли попасть в университет. Из которых потом вырастет прекрасная техническая интеллигенция. Ослабленные-то они. Ослабленные, но инженеры были прекрасны. Хорошие были коммерсанты. Это все реальные школы. Ну, вот классическое образование им было не по карману и не по мозгам. И вот Николай Альберт Чкун, классический образованный филолог, в Тюрике, в соседнем номере с Владимиром Лениным, Лениным, пишет эту дурку для пятиклассников, которая сейчас считается бестселлером. А из чего он делает эту дурку? Он хорошо помнит Гесиода, его Теогонию. Теогония – это рассказ о богах. Теус. Теус, да. Он хорошо помнит его труды. Он хорошо образованный человек. И он пересказывает простым языком, такая популяризация в стиле программы BBC, о том, как вот какой-то ионийский крестьянин это все записал. Для филолога классика – это бред собачий. Он и так это знает. Для парня, который пошел в ПТУ и хочет стать коммерсантом, чем-то, ну как-то надо образование поднять, а еще не изобрели в это время гаджетов, эти самые шарики гонять, кино, чем-то занять, мозги надо, он занимает это книжкой. И Николай Альберт Чкун как-то выходит из своего номера в гостинице в Цюрихе и встречает в коридоре Владимировича Ленина. И они обмениваются, как два интеллектуала России, что делал в этот день. А я вот пишу для детей сказки. Из греко-римской мифологии, говорит Николай Альбертович. А я, говорит Владимир Ильич, пишу такую дрянь – детская болезнь ливизны коммунизма. Потом, когда Николай Альбертович по старчеству стал этим хвалиться, его чуть не посадили в ГПУ. И он понял, что некоторые истории своей богатой жизни пересказывать не надо. Ну вот это те агонии. И вот вы видите там, что мир рожден из хаоса, да? Что сначала был хаос, да? Что там идет такое мужское и женское начало. Гея – земля. Женское начало плодящее. Она породила урана, небо, да? Этот уран, небо. Потом тут же вступает с ней в кровосмесительную связь. Сын становится супругом матери. И вместе они рождают чудовища. Да? Гидру. Это вам все эти агонии пересказывают. Это все хатонический период мифологии, да? Когда мир поражают эти вот ужасные чудовища, хатонические существа. Сто руки к великану, ну и прочее. Ночь, тьму порождают, судьбу порождают, ну мрак один. Но ничего хорошего от кровосмешения никогда не рождается. Как утверждают врачи, да? Особенно от такого близкого кровосмешения. Вот. И так рождается греческий мир. На тех пор, пока не появятся светлые антропоморфные боги. Которые появятся как мутации, а не как естественное продолжение этого процесса. Да? Вот это мы знаем, с чего началась греческая цивилизация. Зачем я это все рассказал? А у иудеев эта картина была намного значительнее. И глубже. И древнее, главное. Древнее. Потому что за ними стояла совершенно потрясающая шумеро-аккадская цивилизация. А эта шумеро-аккадская цивилизация одна из тайн. Такого космического уровня. Просто космического уровня. То, что до сих пор ее не разгадали. В отличие от египетской и так далее. Но в науке, в истории существует такое понятие, как панвавилонизм. Как будто все принципиальные открытия цивилизации вышли из шумеро-аккадской. Вот вся мифология, вся мифология мировая берет свои корни, включая греческое и шумеро-аккадское. И библейское в том числе. Миф о Гильгамеше, поэма о Гильгамеше и всемирный потоп библейский. Это близнецы и братья. Да? И так далее. Но вот почему-то иудейская культура ближе и древнее, чем культура греческая. Вот этому истоку шумеро-аккадской. И поэтому, когда при Птолемее эти ученые, эти яйцеголовые отморозки, сталкиваются друг с другом, да? Такой симпозиум ученых у них происходит. То эти раби их забивают. Они говорят, вы на чем основываетесь? На этих письменах этого ионийского крестьянина, может он это создал, спирилягу, выпил не то, голову вовремя от дождя не защитил. Ну посмотрите, он то пишет, как свиней растить, то о том, как боги, ну что это такое за это? За старец Кузьма такой, да? А вот наша концепция. Вы говорите о Прометее, но это же опять этот самый ионийский крестьянин. Какой Прометей, какой огонь, какой культ знания, ну вы что, сумасшедшие что ли? Посмотрите, в нашей более древней книге речь идет о запрете знаний, о древе познания добра и зла. Ну ладно, вот это древняя история, да? Вот это древняя история. И выяснилось, что знания запретны. И что это более как бы охранительные ситуации. Они доступны, да? Всем. И когда, подвожу итог, греки вдруг узнали об этом ужасе, они сказали Птолемею, мы не можем с ними спорить, они нас превосходят. Мы должны узнать их книги. И Птолемей перевел, и дал им септуагинты. И когда греки это прочитали, конечно, все переврали. Все на свете переврали, потому что поняли это с позиции ионийского крестьянина. Вот вам диалог эпох. И в результате этого перевранного возникнет очень много явлений в мировой культуре. В мире идей. Да? В мире идей. А вот последнее, значит, что хочу обратить у вас внимание. Вот это вот статуя, то есть, спросите, вилла барокко. Вот барокко отличается от всех стилей очень просто, и вы сразу научитесь его разбирать. Видите над окнами раковину? Вот раковину. Если вы в каком-то орнаменте увидите раковину, это барокко. Хотя есть еще признаки, бесспорные. Это излишество всевозможных скульптур. Архитекторы барокко любят украшать скульптурами, любят создавать из внешнего фасада что-то вроде музея. Но помимо этого, это может быть, может не быть. Обязательно будет раковина, как знак, как тренд. Вот видите, по бокам раковины две. Потому что это жемчужина неправильной формы. Это вот вам изображение центра мира. Откуда все выросло. Они утверждают, что мир это хаос, и им это нравится. Что мир это вот такое. А отсюда и все здание барокко, оно все неправильное. Оно все непропорционально. Все какое-то не такое, каким должно быть классическое здание с колоннами, портиками. С точностью понятных геометрических фигур. Вот это все барокко не признает. Ну и всегда вот видите, сразу говорите, барокко лор. А ракоко, там же у них тоже раковина. Ракоко, это да, это неправильная раковина. Это 18 век. Ракоко, это уже, чтобы было ясно, это не столько архитектуры, они не замахиваются на эту масштабность, если говорить о ракоко. Чтобы было ясно, что такое ракоко в литературе. Это, сейчас, минутку. Казанова, моя жизнь. Вот вам классический пример ракоко в литературе. И как пишет об этом мой учитель Пуришев, ракоко это искусство орнамента, искусство будуара, орнамента. Искусство, ну как в советскую эпоху было принято говорить, мелкотемья. Ну вот, Казанова всю свою историю жизни передает через будуар, через то, как он завоевывает женщин, да, и так далее. И он считает это как бы высшим достижением своей жизненной программы, да. Это вот типичное рококо, да. Оно возникает как кризис просвещения, как кризис предшествующей эпохи. И в какой-то мере предвещает будущие революционные изменения и будущий романтизм, да. И к тому, что раковины есть и там, и там, да? Раковины есть, морские вот эти украшения и так далее. Но барокко это масштабно, барокко это бах, поговаривает Моцарт, да, это музыкальная барокко. Барокко это Бернини, барокко это Караваджо, который вы сейчас увидите, да. Барокко это Барамини, барокко это вот эти вот, барокко это Растрелли, да. Зимний дворец и совершенно верно. Вот это барокко, вот барокко, да. Вот это барокко, понимаете, вот это барокко. А Рококо на это не претендует, это будуар. Вот Рококо это, например, Ломоносов под Петербургом и вот эти апартаменты Петра Третьего, которые и китайский домик Екатерины, которые очень камерные, или вот игральные катальные горки, павильон катальных горок. Очень камерные, очень, так сказать, для себя, для развлекухи, для вот этих будуарных шепотов, для, так сказать, искусства любви, как искусства соблазна. В какой-то мере, наверное, к Рококому можно отнести великий роман Шадерло Далакло «Опасные связи», когда, так сказать, эти самые интрижки превращаются вот в какое-то вот единственное времяпрепровождение. И рождается целая система своих гениев, по части, так сказать, соблазна, как со стороны мужчин, так со стороны... Вот Рококо, да. Вот оно такое. Ну, Казанова. Вот Казанова, это и есть Рококо, да. Ну, все, наверное. Гулять идите. А сколько здесь вы делаете? А это вы не у меня спросите. Без 20 часа. Без 20 часа. Ух ты, 40 минут. Как и у нас с вами. Поэтому мы придумали. Так вот. И он может пройти только определенное количество стадий. Так вот. Так вот. Так вот. Так вот. Так вот.